Андрей, большое спасибо, что вы делаете в кино и что вы делаете в жизни. Идея этого вопроса пришла, когда вы отвечали на вопрос по второму режиссёру и вспоминали Териберку. На таком же конце света, только в Лабетангах, сегодня 48-й день, когда обладает украинский кинорежиссёр Олег Сенцов. И смотря ещё на название двух фильмов, которые мы смотрели вчера и сегодня, названия которых отлагольные и существительные, пришла идея, слово «испытание». Возможно, предложить идею снять низ со вторым режиссёром, а про второго режиссёра, который сейчас находится в такой трудно-жизненной, трудной творческой ситуации. Он не может снимать кино, и он не может быть на свободе. Спасибо. Я не знаю, как это прокомментировать, но снимать фильм, снимать за кого-то вместо кого-то. Нет, цикл про Аринин. Про него. Когда он сможет принять участие в этом тоже проекте. Я бы лучше подумал о том, чтобы употребить какие-то внутренние и внешние силы для того, чтобы он смог сделать что-то. То, что вот Антон делает об войне этого и для этого, это уже очень много, мне кажется. Вообще ужасная эта история. Чудовищная, отвратительная, умерзительная. Да, позорная история и страница. И ответы нашего главного лидера страны на этот счёт просто тоже выглядят умерзительными. Когда тебе про Фому, про Ерем, тебе задают вопрос про Сенцова, а ты переводишь совершенно риторику свою в русло рассказа о каком-то другом человеке, наверное, тоже пострадавшему и всё такое, но не отвечаешь прямо на вопрос. При том, что, знаете, когда вот на днях я посмотрел фильм о Собчаке, там вот это, помнишь, Стравец, где он говорит о том, что он взял и вмешался. То есть он обошёл закон, скажем так, и помог Собчаку избежать. Ну, вы не смотрели на этот фильм? Да. Да, и он, как бы сказать, и он высказывает это, что, если он стопроцентно точно знал, что Собчак не ведут. То есть это, в общем, вопреки всей риторике, которая сейчас из его уст исходит, что, так сказать, суд решит, я не могу вмешиваться и так далее. То есть тогда вмешался, а сейчас нет. Наверное, что-то произошло. Ну, то есть я не могу вмешиваться, но как... Ясно же, что одного твоего движения брови достаточно, чтобы что-то изменить. Это мой взгляд на происходящее и на саму эту ситуацию. Вот. Совершенно очевидно, что человек умирает, человек не виноват. Это тоже очевидно. Вот я в Торе Путину, который в фильме «Особчитель» говорит, что он был на сто процентов убежден в его невиновности. Позволю себе тоже сказать, что, изучив даже материалы дела Олега Соксона, со всей очевидностью, не обладая юридическими какими-то знаниями, я вижу, что дело просто липовое, что совершенно человек ни в чем не играл. Он никому не причинил зла. 20 лет жизни, человеку 40. Это вся жизнь. Практически у человека отнимают право на жизнь. И это отвратительно. Я не знаю, может ли из этого родиться какой-то фильм. Не знаю. Потому что одного такого какого-то гражданского или, я не знаю, этического пафоса все-таки недостаточным для того, чтобы родился фильм. Тут надо что-то еще больше, может быть, еще больше личной заинтересованности, не знаю. И уж политических каких-то жестов делать и превращать экран в политические заявления тоже не хотелось бы, на самом деле. Вот. Но я целиком и полностью разделяю вот всю обеспокоенность и тревогу. И мне очень жаль этого человека. И мне жаль, что наша страна очень может быть, что будет на себе, значит, принесет какое-то пятно позора. Если это чисто страшное, то от этого позора уже не отмелься. Я хочу, с Вашим позволения, продоваться слова Андрея. Можно хоть и ответить на вопрос. Мне кажется, что мы сейчас все, даже те, кто это не знает или не замечает, и мы проживаем эту историю Олега Семцова вместе с ним и его голодовкой. Не хочу никуда вам сказать, что мы испытываем то, что и он. Конечно, нет. Но мы проживаем ее, и в известной степени эта история такая мифологическая. И для меня персонально она просто доказывает возможность героизма сегодня, кажется, где исчерпанная космодернистскую эпоху. Но я не хочу в это углубляться. Мне кажется, что любая история может стать материалом на художественное произведение, только когда эта история завершена. Мы все надеемся на хэппи-энд, вопреки как бы ходу событий, конечно, на то, что власть все-таки прогнется, как она не любит делать, что не только освободят Олега, но обменяют всех украинских политзаключенных в России на всех русских, сидящих часто по таким великим делам в Украине. Этот обмен принесет честь Путина и Порошенко, и все от этого выигрывают, никто не проиграет. И хочется надеяться на это. Возможно, финал будет другой, он будет драматичным. И говорить об этом... Причем даже вот тот... Выиграли бы всех! ...человек, на котором он сурается, которого арестовали. В этом же круге, в порочном круге какого-то в мире, вот это абсурд. И, конечно, это только сделало честь. На самом деле, милосердия тебя только с лучшей стороны выигрывает. Это же очевидно. И к тому же, кто победил, то все уже шесть лет впереди, сделал какой-то такой поступок. Вот это же в общей практике, да, всегда это было амнистией. В скором времени после эмиграции происходит какой-то жест доброй воли властителя. Это было бы очень правильно, а не отвечать таким образом, как пока это все происходит. Ну вот. Да, я абсолютно с тобой солидарен и соглашусь с тем, что... Вот сейчас, отвечая на вовсе на этот вопрос, я даже думаю, что если эта история закончится трагически, возможно, она действительно в восстановлении какую-то искру зажжет. И вот, я не говорю сейчас о себе, а в ком-то, в ком-то, в ком-то, в ком жива совести, и кто откликается, кто откликается как сочувствующий на происходящее, возможно, что появится какой-то фильм и какой-то искаженный на эту тему. Именно по завершении этого у них. Вот. А он завершится. И, да, солидарен, чтобы лучше завершиться другими словами. Думаю, чуть сильная пафоса. Спасибо. Завершая нашу встречу, уже скоро посыль, все знают. Скажу, что всем рекомендую, кого эта история интересует, посмотреть прекрасный фильм Стива Маккуина «Голод», который рассказывает о политической голодовке, о самой знаменитой политической голодовке в половине 20-го века, которую держал Bobby Sands, ирландский активист, которого мы считаем террористом. Ну, там он совсем другой человек, другой история, но сам этот сюжет сопротивления там показывает хорошо. Замечательный фильм, да, кстати. Два раза. В фазбендер играет, да. Да, лучше Романка фазбендер играет. Да, лучше Романка фазбендер играет. У нас есть. У нас есть. У нас есть. Вот Андрея Звягинцева с сегодняшним участником. Давай. Вот девушка, которая спрашивала про реализацию. Давайте. Если вы здесь еще. Выбирайте. Постер или диск саундтрек. Есть? А вам с вопросом на сенсорию. Вам. Молодой человек. Это я. Это вы, да. Вот вас. Вам просто. Не люблю я. С вашим Антоном? Да. А Антоном? С Антоном? С Антоном? Ну я не принимал участия в Солдатике. Да. Да. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое.